Здравствуйте! Сегодня хотелось бы рассказать о интересном решении, а именно выводе показаний температуры на аналоговый вольтметр. То есть выглядит это вот так. То есть видим шкала от 16 градусов до 28. В данном диапазоне сейчас показывает где-то 23,5 градуса. То есть, чтобы увеличить, берем, я беру в руку датчик DS18B20 и потихонечку, видите, температура начинает увеличиваться. То есть от моей руки тепло у нас, рука тепло дает на градусник и градусы у нас увеличиваются. То есть так я могу додернать до 28. Также я набрал холодную воду и, в принципе, если сейчас опущу, то градусник, как видите, быстро начинает остужаться. То есть вот таким образом это все у нас и работает. То есть решение очень интересное. Что тут у нас как сделано? То есть аналоговый вольтметр, он у нас 5-ти вольтовый. То есть измеряет напряжение от 0 до 5 вольт. Как мы знаем, Ардуино тоже. У него имеет напряжение от 0 до 5 вольт. Она может подавать на свои пины. Следовательно, за счет этого в программе мы реализуем так, чтобы у нас диапазон температуры разбивался на отрезки напряжение от 0 до 5 вольт. А именно 16 градусов и 28. То есть в скетче мы задаем параметры минимальные, сколько градусов, максимальные. И у нас сам скетч, сама программа рассчитывает, делит нашу температуру и показывает, точнее выдает вольтаж на пине, к которому подключен вольтметр. И вольтметр собственно фиксирует это все и показывает температуру среды. Это очень интересно. Реализация мне такая понравилась. В принципе это можно в корпус засунуть и таким образом оставить себе такой градусник. Мне кажется на него очень интересно смотреть. Температуру мы можем поменять, то есть поставить более большой диапазон, но будет в нем более сложнее разбираться, потому что все-таки делений не так много. Но делений можно тоже и побольше поставить. Главное в фотошопе там или в каком-нибудь другом графическом редакторе это все расписать. Вот. Но смотрите, что самое сложное в этом? Самое сложное было напечатать данную шкалу, ну и вставить ее в сам вольтметр. То есть я ее поверх вольтажа наклеил и все. То есть даже не наклеил, а на два болтика прикрутил. То есть какие они собственные были. Так, ну, сейчас давайте я вам, наверное, это все разберу, покажу, что там внутри находится. Итак, я снял верхнюю крышечку и видим, что вот тут бумажка на вот эти два болтика, точнее они даже не болтики, а самореды, на них прикручено. То есть если я их сейчас откручу, вот и эта бумажка у нас снимается. Но я ее тут на скотч прилепил. А если мы ее... Ну, давайте я скотч отлеплю все-таки. Вот. Мы видим основную шкалу. Вот как раз диаметр измерения от 0 до 5 вольт. То есть, что я сделал? Ну, вот я вырезал вот такую вот бумажку. Заламинировал ее, благо у меня есть доступ к ламинату. И вставил, закрутил. Ну и, как видите, получился градусник. Так, ну, на этом, пожалуй, все. Давайте теперь перейдем на компьютер. Там я вам быстренько расскажу о самом скетче. Так. Ну, смотрим. Значит, тут нам понадобятся две библиотеки. Это Unwire для работы с датчиком DS18-B20 и вот эта вот библиотека, специальная библиотека для того, чтобы форматировать напряжение в температуру, показываемую датчиком DS18-B20. Из этого всего нам нужно менять только вот этот диапазон температур. То есть мы сами выставим тут диапазон, какой мы хотим видеть. Ну и дальше программа сама будет это все менять. Также, если дойти в COM-порт, то есть тут мы можем видеть, да, вот температура. То есть датчик температуры все замечательно показывает. У меня это сейчас все на Arduino Leonardo подключено, но не имеет значения. Подойдет к любому Arduino данный скетч. Вот. И за счет этой температуры мы можем скалибровать сам датчик. Точнее, не калибровать, а проверять, верно ли значение. У нас показывает стрелка аналоговая с показаниями в COM-порт. Я это не показал наглядно, потому что если я включаю COM-порт, отключается аналоговый пин. Точнее, не аналоговый пин, а отключается сам альтметр. И получается, что там ничего не видно будет. И компьютер далеко стоял, поэтому я вам об этом рассказываю только сейчас на компьютере. Но я вам скажу, что я проверял, и значения температуры идентичны. То есть температуру довольно-таки верно показывают. Вот как раз формула, которая масштабирует от 0 до 250 нашу температуру в пине, на аналоговый вольтметр. То есть мы знаем, что у нас от 0 до 255 значения. И вот за счет этой формулы он разбивает эти значения. Все. То есть мы напоминаем, что нам поменять нужно только эти два значения, чтобы все у нас замечательно показывало. Так, ну, на сайте у себя я оставлю схему подключения, как подключить эти все датчики, а именно температуру и вольтметр. Данный вольтметр стоит недорого. Покупал я его на Алиэкспрессе. Ссылочку в описании тоже оставлю. Кому интересно, заказывайте. Далее у меня будет, я попытаюсь сделать на аналоговых этих вольтметрах, еще закажу парочку и попробую сделать часы. То есть это очень классно выглядит. Так, друзья, ну а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Переходите на сайт, однокамливайтесь. Кому понравилось, повторяйте. Всем до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok